Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. 20 февраля, у второй половины дня, глава администрации Борис Беляев совершил рабочий визит в городскую библиотеку номер 3. Он ознакомился с ходом ремонта и знает, как теперь выглядит помещение. Знанием этим обладает и корреспондент Константин Меркушев. Капитальный ремонт начался еще в 2015 году. За это время произошли кардинальные изменения. Обновление залов, благоустройство читальных мест – все это нужно для того, чтобы жители города чувствовали себя комфортно. На ремонт библиотеки и на приобретение оборудования администрация города выделила порядка 2 миллионов рублей. На эти средства заменили старые деревянные окна на современные пластиковые. Капитальный ремонт выполнен на современном уровне. Мы изменили, сделали перепланировку абонемента, открыли новое книгохранилище. У нас по-другому смотрится уже читальный зал. Здесь будет создан зал делового общения для деловых людей нашего города по инициативе от главы администрации Бориса Владимировича. Для нас тоже это большой плюс. Мы будем внедрять свои новые услуги, все, что связано с нашими пользователями. Бесплатный доступ к интернету, сканирование, ксерокопирование документов, набор текста – все это не просто какой-то компьютерный салон. Это теперь так будет выглядеть городская библиотека. Этот информационный отдел сможет посещать любой желающий. Для тех, кто с компьютером пока на «вы», помогут разобраться сотрудники библиотеки. Сейчас у нас зал делового общения открыт, и мы будем читателей готовить работать на компьютере, скажем так, помогать им, в особенности пожилым людям, людям социально незащищённым. Ну, основной у нас контингент инвалиды, то есть, ну и всем желающим, конечно, нашим читателям. В ближайшем будущем планируется купить дополнительные компьютеры. С появлением полноценного информационного отдела библиотека станет более посещаемой, говорит её директор. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Соревнования «Лыжня России» проводятся ежегодно и, как правило, собирают большое количество участников. Всё потому, что рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта. В соревнованиях принимают участие в том числе и профессионалы. Сюжет о том, как прошёл этот спортивный праздник в нашем городе. В Кумертау, хоть и с задержкой, на неделю, в отличие от всей России, состоялся зимний праздник «Лыжня России-2017». И это несмотря на разыгравшуюся метель. Любителей лыжного спорта ни погода не испугала. Соревнования собрали многочисленных участников. И это был, пожалуй, самый массовый старт за весь лыжный сезон. Не всем городам доверяется проводить «Лыжню России». В нашем городе она традиционно проходит. И в этом году, несмотря на переносы, несмотря на снежную погоду, вот с первого взгляда так можно увидеть, что более 300 участников наших кумертаусов пришли на «Лыжню России». И это действительно праздник. Видно, что люди и дети особенно с удовольствием соревнуются. Всем успехов хочется пожелать и крепкого здоровья. В соревнованиях могли принять участие все желающие. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. Они показывают пример активного и здорового образа жизни молодым. Я сама работаю преподавателем физкультуры. И лыжи мне нравятся, люблю лыжи. И пропагандирую. Хочу, чтобы все, как можно больше людей каталось на лыжах. Соревнования проходили в пяти возрастных категориях, для каждой из которых своя дистанция. Самые младшие участники – дети дошкольного возраста. Самому старшему участнику 75 лет. Высокую активность в этот день проявили учащиеся образовательных учреждений. Трасса сложная, признаются они. Этому способствовал сильный снегопад. Было очень классно. Но, правда, лыжня была плохая немного. Понравилось. Ну, снега было много. Поэтому было немного тяжело ехать. Дети от 6 до 12 лет на одной дистанции. Шестилетний Рафаэл Туников достойно прошел эти два километра со сложными подъемами и спусками. Помогла подготовка в лыжной секции, говорит он. Поддержать юного спортсмена пришел его отец. Ну, волновался. Тоже переживал. Думаю, в город не сможет. Не знаю, смог. И ничего. Сами бы рады даже этому. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие пропаганды физической культуры и спорта среди населения. В массовом мероприятии, по уточненным данным, приняло участие более 500 человек. Победители получили трофейные шапочки с надписью «Лыжня России» и почетные грамоты. Минувшие выходные можно смело назвать лыжными. Не смогли остаться равнодушными к этому виду спорта и жители Куиргазинского района. В парке культуры и отдыха села Ермолаево прошла «Лыжня России» на призы главы администрации. За традиционными соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа. «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого масштабного зимнего праздника славная история. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значимым событием в спортивной жизни страны. Лыжники-каругазинцы тоже активно участвуют в гонке. 18 февраля в селе Ермолаево состоялся массовый лыжный забег. В котором приняли участие профессионалы и просто любители активного отдыха. Любой желающий мог отметиться на лыжне в формате оздоровительных прогулок. Финальной площадкой акции по традиции стал парк «Шотовский». Открыл соревнование, который глава района Ахат Кулахметов. Сегодняшнее соревнование, я думаю, оставит какой-то след. Тем более мы в прекрасном парке, в Шотовском парке находимся. Это уникальное место. Лыжню подготовили. Все условия созданы. Лишь бы наши дети всегда, любители спорта, занимались такими вещами. Сегодняшнее мероприятие, я думаю, пройдет на высшем организационном уровне. Сильнейшие они займут призовые места. Всем призы подготовлены. Бежали все от мала до великого. Для всех дистанция была разной. От 500 метров до 5 километров. С забегами внимательно наблюдали тренеры лыжного спорта. Цель – сформировать спортивный резерв лыжников района. Любые соревнования, это всегда, они выявляют новые звездочки, с которыми потом можно будет работать. Пример для подражания юным участникам подали лыжники самой старшей возрастной категории. Каждый год я сама участвую. Приезжаем с школьниками. Я в школе сама учиться на физкультуре работаю. Показать ученикам, чтобы они тоже брали пример старших. Возглавил забег пенсионер Иван Герасимов. На его счету уже 6 жетонов ГТО. На этом Иван Николаевич останавливаться не собирается. Стараюсь принимать участие каждый год, если позволяет. Я же работающий пенсионер. Мне 76 лет. 15 января исполнилось. Вот очень старался попасть на это соревнование. Потому что на приз главы администрации уже 6 жетонов у меня есть. Думаю, сегодня седьмой заработаю. Всего в гонке приняло участие около 200 каургазинцев. Лучшие были награждены призами от главы администрации и значками готов к труду и обороне. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС. Сыграть в шашки с чемпионом страны. Такая возможность представилась учащимся средней школы номер 5. Юные шашисты встретились с чемпионом Российской Федерации постоклеточным шашком Альей Амировой. Разговорами дело не ограничилось. Спортсменка устроила сеанс одновременной игры на 22 досках. Удалось ли кому-нибудь из школьников одолеть ее в интеллектуальном противостоянии, знают мои коллеги. Алья Амирова провела сеанс одновременной игры со всеми желающими участниками. 22 ученика захотели попробовать свои силы в игре с таким сильным соперником. Во всех поединках победу одержала чемпионка страны. Тем не менее, ребята тоже остались довольны игрой. Ведь им удалось посоревноваться с именитой спортсменкой и в ходе состязаний пообщаться с ней. Детей интересовали то, как она добилась успехов, что это ей дает и какие соревнования ожидаются в ближайшее время. О цели визита в Кумертау Алья рассказала и в интервью нашему телеканалу. В рамках предстоящего финала Кубка мира по стоклеточным шашкам среди женщин и мужчин, который будет проходить в марте в городе Уфа, где соберутся сильнейшие шашисты со всего мира, мы будем проводить мастер-классы и сеансы одновременной игры. Это очень полезно для детей, которые интересуются нашим видом спорта, интеллектуально развиваются благодаря шашкам. Игра с чемпионкой стала настоящим событием для учащихся. С профессионалом такого уровня играть сложно, но интересно признаются ребята. В шашке я играю уже где-то лет шесть. Впечатления от игры очень хорошие, опыт прибавляется для игры. В принципе, да, сложновато, чем с родителями или с друзьями играть. Сложновато с чемпионом. По словам знаменитой шашистки, у многих участников турнира неплохие данные. И поэтому ребятам нужно продолжать заниматься. При игре в шашке развивается память, логическое мышление, умение анализировать и принимать решения, отмечает она. Шашки – это не просто игра, а серьезный вид спорта. Успеха здесь можно добиться лишь путем упорных тренировок. В завершение турнира Алья Амирова пожелала всем успехов и пригласила на предстоящий финал Кубка мира по международным шашкам. Более 70 номеров было представлено на городском конкурсе «Летят журавли», посвященном Дню защитника Отечества и столетию революции 1917 года. Отбирали лучших на праздничный галоконцерт. Более шести часов длилось прослушивание вокальных номеров конкурсантов. Песни о родине, отважных бойцах, их матерях, вдовах исполняли конкурсанты разных возрастов. Это и совсем юные дарования, и взрослые участники. Каждый постарался показать свой номер одним из лучших. В номинации их сольное исполнение и ансамбле несколько номеров было представлено гимназией номер один. Коллектив «Мы пятый год занимаемся с ребятами». В этом году решили дать название «Мечта». Мечта о том, что мы будем мечтать и будем исполнять, добиваться своей цели, добиваться своей мечты. Но стараемся выступать каждый год. Дети старательно готовились, поэтому каждый перед выходом испытывал волнение. Сегодня мы будем петь песню «Люди помните» и «Дети земли». Мы готовились, наверное, около недели. Даже чуть побольше. Да. Есть волнение? Очень волнуемся. Ну, не знаю, как-то есть волнение то, что мы поем хором, и если кто-то запнется, это будет слышно. Причем очень сильно слышно, так как мы поем микрофоны. После первого выступления страх и волнение уходит, признается одна из участниц конкурса Вероника Тютюникова из Башкирской республиканской гимназии номер три. Я сначала сильно волновалась, потом, когда уже спела, стало легче, приятно как-то. И захотелось еще петь. Конкурсанты при подготовке обратили внимание как на вокальное исполнение, так и на сценический образ и актерское мастерство. Все это оценивалось экспертной комиссией, в составе которой были специалисты разных областей. У нас есть положение, согласно которому мы оцениваем исполнительское мастерство выступающих. Значит, это вокал, артистизм, костюмы и, соответственно, песни в выбранной теме. В конкурсе приняли участие практически все образовательные учреждения. Есть вокалисты из организации города. Лучшие номера станут частью большого гала-концерта. И в дальнейшем планируется включить их в программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. У нас в этом году более 200 участников, порядка, получилось более 70 номеров. Получается, по положению нашего конкурса каждый из участников должен предоставить две песни патриотического, военно-патриотического содержания, либо на военную тематику. По итогам работы жюри мы отбираем лучшие работы, которые, возможно, будут использоваться в дальнейшем. На мероприятиях, посвященные 9 мая, 23 февраля. По итогам конкурса среди победителей. Исполнители из районного дома культуры Яшлег, досугового центра Кенга.ру, гимназии номер один и детского сада Дюймовочка. Кем стать и в какое учебное заведение поступить, таким вопросом, пожалуй, задается каждый выпускник. На минувшей неделе в районном доме культуры молодость состоялось собрание родителей девятиклассников. Школьники готовятся пройти первый сложный этап вступления во взрослую жизнь. Но итоговые государственные экзамены вызывают волнение не только у детей, но и у педагогов и родителей. В актом зале районного дома культуры молодость собрались родители девятиклассников всего района. В этом году не обошлось без изменений в системе сдачи итогового государственного экзамена. С этого года мы сдаем также два обязательных предмета и два по выбору. Но если в прошлом году по выбору не были важны для получения аттестата, в этом году эти экзамены также будут влиять на получение аттестата. Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо сдать все четыре предмета. Также в этом году изменились и способы передачи предметов. В случае получения обучающимися на ГЕ неудовлетворительных результатов по одному или двум учебным предметам, они будут повторно допущены к сдаче экзамена по данным предметам в текущем году. Обучающимся, не прошедшим ГЕ или получившим неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, будет предоставлено право повторно сдать экзамены не ранее 1 сентября текущего года. После обсуждения итоговые государственные аттестации перешли ко второй части вопроса, в какое учебное заведение поступать выпускникам района, а их более 400. Выбирать было из чего. В собрании приняли участие три учебных заведения из городов Кумертау и Стрелитамак. У каждого при этом свои особенности. У нас такой широкий выбор профессий и специальностей, которые используются не только в сельском хозяйстве, но и вообще на всех предприятиях республики, районах, даже по всей стране. И поэтому именно эти специальности у нас на сегодняшний день и востребованы. Мы заинтересованы тем, чтобы ребята к нам приезжали, чтобы получали знания. На мероприятии представителями отдела ЦЗМ по району было сказано о том, что нужны рабочие специальности. Кумертауский горный колледж обучает таким профессиям, как сварщик, станочник, электромонтер, повар-кондитер. Для района действительно наши рабочие профессии, они как раз на сегодняшний день актуальны. Поэтому мы обращаемся к будущим нашим абитуриентам, скажем так, приходите к нам на учение. Организаторы надеются, что проведение такого рода мероприятия даст ребятам возможность самореализоваться, получить уверенность в завтрашнем дне и, получив заветную профессию, вернуться в Кыргазинский район с тем, чтобы способствовать развитию и процветанию родного края. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Одержать победу – такова цель юных инспекторов дорожного движения. В данный момент ребята готовятся к выступлению на республиканском конкурсе, который пройдет в Уфе. За их репетициями наблюдали Константин Меркушев и Владимир Кузьмин. Отряд юных инспекторов дорожного движения работает в третьей школе с 2014 года. Учащийся занимается пропагандой правил дорожного движения в городе и устраивает различные тематические мероприятия для школьников и взрослых. Ребята принимали участие в таких акциях, как «Внимание, дети», «День памяти жертв ДТП», «Пешеход» и не только. Мы по школе участвуем во всех конкурсах по юиду и на площади даже были. Мне это очень нравится. По словам ребят, им очень нравится быть юидовцами. Хоть все члены команды еще юны, они делают замечания взрослым касаемо правил дорожного движения. Очень часто, когда мы куда-то с мамой идем, и мама, если хочешь перейти в дорогу в неположенном месте, хотя машины нет, мы все равно идем на пешеходный переход. Ты ездишь? Да. Я же юид, как-никак. Отряд юных инспекторов решил продемонстрировать свои знания в правил дорожного движения в республиканском конкурсе, который будет проходить в городе Уфа под названием «Перекрестки детства». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти отборочный тур. Каждая команда города должна предоставить свою визитную карточку. Неделю назад ребята уже начали готовиться. Куратор отряда Венеры Боязитовна совместно с руководителем клуба «Импульс» Еленой Закировой ежедневно репетирует над постановкой номера. Все задумки, все идеи мы делаем совместно с детьми. Дети все творческие. Мы помогаем, даем идею, они все это разворачивают. И получаются интересные номера. В своем выступлении ребята соединили песни, танцы, стихотворения. И все про правила дорожного движения. «Коллектив телекомпании желает отряду юных инспекторов хорошего выступления и победы». Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В этом году фольклорный ансамбль «Сударушка» отмечает свое 30-летие. В рамках юбилея коллектив провел отчетный концерт в районном Доме культуры «Молодость». Оценил вокальные данные народников, в том числе наш корреспондент. Ой, девчонки, какой прекрасный вечерок! А душа как поет! Да как же не прекрасный-то, ведь у нас же сегодня самый замечательный праздник! У нас сегодня юбилей! За 30 лет своего существования ансамбль «Сударушка» является постоянным участником районных, городских и республиканских концертов. Ансамбль побывал во многих городах республики. Своим вокалом участники коллектива влюбили в себя жителей. Большое количество поклонников ансамбля можно было наблюдать в актовом зале районного Дома культуры «Молодость». Все пришедшие пришли поздравить ансамбль с юбилеем. Среди них и один из первых руководителей Ираида Кувайцева. Эти 14 лет, которые я работала с сударушками, я считаю, что они у меня были самыми трудотворными, самыми счастливыми, самыми памятными. Потому что коллектив и при том любимое дело – сохранение обрядовых песен. Специально в честь юбилея Ираида Васильевна спела для нас свои любимые песни. «Ах, кабы на цветы, да не морозы, то зимой цветы бы расцветали». На ее место пришла выпускница музыкального Салаватского колледжа Анастасия Модина. Хоть и она в два раза младшая участница ансамбля, проблем у Анастасии Павловны в коллективе не возникло. «Когда я пришла на первое занятие, уже поняла, что волноваться нечего, потому что они меня приняли очень тепло, с радостью. И меня поддержали, даже несмотря на то, что я очень молодой специалист. Они помогают мне во всем, где тяжело, где трудно». Средний возраст участниц коллектива составляет 60 лет. И это не мешает местным бурановским бабушкам заниматься своим любимым делом. «А вы знаете, у меня в радио мама все хорошо пела, дочка тоже у меня музыкальная школа закончила. В общем, все любили петь у меня, так как я тоже люблю эту песню петь. И душой отдыхаешь здесь, в этом ансамбле. Вот придешь, да, заиграет баян Геннадий Иванович у нас попал, и на душе сразу радостно становится». «Мы не устаем. У нас в неделю два раза репетиции бывают. Нет, мы не устаем. Нам даже радостно». Поздравить народно-фольклорный ансамбль «Сударушка» с юбилеем приехали творческие коллективы соседних деревень и сел. «Мы с ними так тесно переплетаемся все время. Они бывают у нас в Бахмуте. Мы к ним. Очень мы с ними дружно живем. И вот нас они пригласили сегодня». «Мы приехали с песней поздравить сударушек, пожелать им здоровья, удачи во всем творческих успехов». «Развитие, преемственности поколения, возрождение, сохранение культурного наследия народа – вот то, ради чего артисты по-настоящему народного ансамбля вновь и вновь выходят на сцену». Это было последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. До свидания и удачи.